Итак, всем привет! Вы снова на канале Skyward, на моем канале. Зовут меня Вадим, и я продолжу вас знакомить с Романом Харуки «Маруками. Норвежский лес». У нас с вами осталось совсем немного, я так понимаю, что две главы, и, на удивление, мы справились с книгой прям за неделю. Ну, по крайней мере, я постараюсь все-таки сегодня закончить, а на следующей неделе будет следующая неделя. И кто знает, как там у меня что и сложится, так как впереди подпуск. Итак, десятая глава Романа Харуки «Маруками. Норвежский лес». Она достаточно длинная, порядка, если по времени, час, поэтому возьмите что-то себе, не знаю, чай, кофе, булочки, пирожки. И сядьте поудобнее. Поехали! Год 1969 почему-то напоминает трясину. Глубокую, липкую, топь, в которой при каждом шаге вязнут ноги. И я с трудом бреду по этой грязи. Ни впереди, ни позади ничего не видно, и только бесконечно тянется темная трясина. Даже само время текло неравномерно. Под стать моим шагам. Все двигались вперед, и только я и мое время ползали по кругу в этой жиже. Менялся мир вокруг меня, и в ту пору умер Колтрейн и многие другие. Люди призывали к переменам. И перемены, казалось, уже поджидались углом. Но все эти события не более чем бессмысленный и нереальный фон. И я провожу день за днем, почти не поднимая лица. В моих глазах отражается лишь бескрайняя трясина. Ставлю перед собой правую ногу, поднимаю левую, ставлю ее и опять поднимаю правую. Я не могу определить, где нахожусь сейчас. Не могу проверить, туда ли вообще я иду. Просто нужно куда-нибудь идти, и я иду. Шаг за шагом. Мне исполнилось двадцать. Осень сменилась зимой, и только в моей жизни не происходило никаких стоящих перемен. Я безо всякого интереса ходил в институт, три раза в неделю подрабатывал, иногда перечитывал великого Гэтсби, а по воскресеньям занимался стиркой и писал науко-длинные письма. Иногда встречался с Мидори, мы где-нибудь вместе обедали, ходили в зоопарк, в кино. Продажа книжного магазина Кабояси завершилась успешно. «Мидори с сестрой сняли двухкомнатную квартиру в районе метро Мёгадани. Когда сестра выйдет замуж, снимет себе другую», — сказал Мидори. «Меня даже один раз пригласили на обед. Красивая солнечная квартира, похоже, Мидори в ней жилось куда приятнее, чем в книжном магазине Кабояси. Нагасава несколько раз приглашал меня различным, но я всегда находил причину и отказывался. Просто мне это все остачертило. Совсем не значит, что я охладел к женскому полу, но сами пьяные поиски подходящей девчонки, разговоры, походы в гостиницу мне порядком надоели. Вместе с тем я с новой силой зауважал Нагасаву, которому не надоедало бесконечно заниматься этим делом. Возможно, на меня подействовали слова Хацуми, но чем спать с неведомыми дурочками, я был гораздо счастливее, вспоминая о наоках. И я по-прежнему помнил ее пальцы, когда она помогала мне кончить на том лугу. В начале декабря я написал наукописьмо, в котором спрашивал, не возражает ли она, если я приеду на зимние каникулы. Ответ пришел от Райки. Мы рады и с нетерпением ждем твоего приезда. У наукой сейчас плохо получается писать, и я отвечаю вместо нее. Не переживай, с ней ничего страшного, просто очередная волна. Наступили каникулы. Я собрал рюкзак, обул зимние ботинки и поехал в Киот. Как и обещал, странный врач, окутанный снегом горы, просто чудо. Я, как и в прошлый раз, остановился на две ночи в комнате Райка и наукой, почти так же провел там три дня. Когда темнело, Райка играла на гитаре, и мы втроем разговаривали. Вместо обеденного пикника сходили на лыжах. После часа лыжной прогулки по горам у меня сорвало дыхалку, и я весь взмок. В свободное время я помогал остальным убирать снег. Тот странный врач по фамилии Томита опять подсел к нашему столику за ужином и рассказывал, почему средний палец руки длиннее указательного, а на ногах наоборот. Превракник Аамура опять вспоминал о токийской свинине. Райка очень обрадовалась. Пластинкам, которые привез в подарок, сразу же сняла несколько мелодий и начала играть их на гитаре. По сравнению с моим осенним приездом, наука стала намного молчаливее. Когда мы собирались втроем, она почти не разговаривала и только улыбалась с дивана. Райка говорила за двоих. Не переживай, успокаивала меня наука, сейчас такой период, чем говорит самой мне, куда приятнее слушать тебя. Когда Райка под каким-то предлогом куда-то ушла, мы с наука обнялись на кровать. Я целовал ее шею, плечи, груди, и она, как и в прошлый раз, помогла мне кончить. Сняв напряжение, я рассказала наука, что помнил все эти два месяца прикосновения ее пальцев и мастурбировал, думая о ней. Что, ни с кем не спал, спросила она. Нет? Тогда запомни и это, сказала она, опустилась ниже, ласково коснулась губами моего пениса, а затем окутала его теплом. Язык ее шевелился прямые, а волосы касались моего паха и, словно перышком, поглаживая его в такт движением ее губ. Я кончил второй раз. Как? Запомниться? Спросила потом наука. Конечно, навсегда. Я обнял ее, запустил палец под ее трусики и нащупал вагин, но в этот раз она оказалась сухой. Наука покачала головой и отстранила мою руку, и мы некоторое время молча обнимались. После этого учебного года хочу съездить, съехать из общежития и поискать где-нибудь квартиру, сказал я. Общажная жизнь уже порядком надоела. Если подрабатывать на жизнь, хватит. Вот, если хочешь, давай будем жить вместе, как я предлагал тебе раньше. Спасибо. Я очень рада твоим словам, ответила наука. Здесь совсем неплохое место. Тихо, идеально. Рейка хороший человек, но тут нельзя находиться долго. Слишком оно особенно, чтобы долго в нем быть. И чем дольше здесь живешь, тем потом труднее будет выйти. Наука молча смотрела в окно. Там виднелся один лишь свет. Низко нависали свинцовые тучи, и между заснеженной равниной и небом зазор оставался совсем ничтожным. Подумай. Не спеши, сказал я. В любом случае, до марта я перееду, поэтому, если хочешь перебраться ко мне, можешь сделать это в любое время. Наука кивнула. Я нежно обнимал ее, будто держал в руках хрупкое стекло. Она обвила мою шею руками, я был голый. Она в одних узеньких белых трусиках. Сколько ни смотри, насмотреться на ее тело вдоволь невозможно. Почему у меня не влажно, тихо спросила наука. Со мной так было только один раз, тогда, в апреле, на мое двадцатилетие, ту ночь, когда ты был со мной. Почему больше не получается? Это от нервов. Со временем все станет нормально. Главное, не торопиться. Все мои проблемы от нервов, сказал наука. Если у меня всю жизнь будет сухо, если я всю жизнь не смогу заниматься сексом, ты все равно будешь меня любить. Хватит губ и пальцев, или будешь искать секс с другими девчонками. Я по своей сути оптимист. Наука уселась на кровати и начинала через голову майку, затем фланелевую рубашку и синие джинсы. Я тоже оделся. Дай мне время, спокойно подумай, сказала наука. И сам подумай, не спеша. Подумай, ответил я. Как классно ты делаешь ртом. Наука немного покраснула и улыбнулась. Кидзуки мне тоже это говорил. У нас с ним совпадают и мнения, и интересы, сказал я и засмеялся. Мы сели на кухню за стол, пили кофе, вспоминали прошлое, а Кидзуки она уже могла думать без боли. Говорила медленно, подбирая слова. Прекращался и снова сыпал снег. Но за три дня ни разу не распогодилась. Скорее всего, смогу приехать в марте, сказал я на прощание. Затем обнял ее поверх толстого пальто и поцеловал. До свидания, сказала наука. Достал режущий ухо 1970 год, который поставил окончательную точку на моем отечестве. Я вступил в новую тайсину. К концу учебного года проводились экзамены, которые я сравнительно легко преодолел. Другого занятия у меня все равно не было. И почти каждый день ходил в институт и спокойно сдал сессию без какой-либо особой подготовки. Тем временем в общежитии случилось несколько происшествий. Сектанты прятали у себя в комнатах шлемы и железные прутья. И на этой почве повздорили с воспитанниками начальника общежития и спортивной секции. Двое получили увечья, шестерых выгнали из общежития. Это происшествие имело последствия. Почти каждый день то там, то тут происходили небольшие стычки. Общаги поселилось, напряжение, все были на взводе. Я тоже едва не попал под горячую руку спортсменам, но вовремя возник на Гасава и заступился до меня. В любом случае, пора было оттуда съезжать. Знав сессию, я всерьез занялся поисками жилья и спустя неделю нашел в пригороде Кечидзёдзе подходящую по стоимости комнату. Далеко от станции, правда, но отдельный дом. Что называется, повезло. Флигель этот одиноко стоял в дальнем углу большого участка, и между ним и домом простирался сильно запущенный сад. Хозяева пользовались входом с улицы, я – черным входом. Простор для любой личной жизни. Одна комната, кухня и туалет вдобавок. Ко всему огромный ольков, превосходящий все мыслимые габариты. Имелась даже веранда, входившая в сад. Хозяин Токио на будущий год, возможно, приедет внук, поэтому комнату придется освободить. И квартплата была намного ниже обычной. Хозяева, добродушная пожилая пара, они сказали мне – живи, как хочешь, мы тебе слова не скажем. Переехать мне помог Нагасава. Взял где-то на прокат малолитражный грузовичок, перевез мои вещи и, как обещал, отдал свой холодильник, телевизор и большой термос. Для меня это был хороший подарок. Через два дня он сам съезжал из общежития и квартиру на МИТа. Ладно, думаю, встретиться нам уже не придется. Будь здоров, сказал он, на прощение. Но, как я тебе вроде уже говорил, мы наверняка встретимся с тобой спустя много лет при странных обстоятельствах. Было бы неплохо. Кстати, когда мы менялись, та, которая страшненькая, была лучше, согласен, хмыкнул я. Правда, тебе лучше поберечь, Хацуми. Такими людьми не разбрасывается она куда ранее, чем на первый взгляд. Да, знаю, Кевинова, поэтому, если честно, лучше бы она досталась тебе. Думаю, у вас бы получилось. Ты шутишь, изумился я. Шучу, сказал Нагасова. Ну, счастливо. Всякое может быть, но ты, парень, упрямый. Думаю, все у тебя будет в порядке. Только один тебе совет. Какой? Не жалей себя, сказал он. Себя жалею только ничтожество. Я запомню. Мы пожали руки и расстались. Он отправился в Новый мир, и я назад в свою Тарисин. Через три дня после переезда я написал письмо на ОКО, сообщил в новый адрес, рассказал, что наконец-то выбрался из общажной суматохи и рад тому, что больше не придется иметь дело со всякой галимацией ничтожных личностей. С этого момента я собираюсь с новым духом начать новую жизнь. За окном расстилается широкий сад, в котором собираются все крестные коты. Когда есть время, я заваливаюсь на веранде и смотрю на них. Сколько их там? Не знаю. Нового. Много. Они греются на солнцеперке и, похоже, не обращают на меня никакого внимания. Положил им перстого сыра, подошли и с опаской съели. Думаю, вскоре я с ними подружусь. Среди них есть один полосатый кот с надорванным ухом. Так вот, он на удивление похож на коменданта общежития. Кажется, вот-вот начнет саду флаг подымать. Добираться до института мне сейчас дальше, но когда начнется специализация, утренних лекций убавится. К тому же, проблемы тут вообще нет. Наоборот, хорошо. В электричке можно не спеша читать книж. Книги. Осталось только найти в районе Кечадзьодзе какую-нибудь нетяжелую работенку на 3-4 дня в неделю. И я смогу вернуться к привычной жизни и буду каждый день заводить пружином. Не хочу торопиться с выводами, но весна для меня – пора года, подходящая для начинаний. И мне кажется, будет лучше всего, если мы сможем с апреля начать жить вместе. Видишь, ты восстановишься в институте, а если у нас в совместной жизни возникнут сложности, можно поискать для тебя поблизости квартиру. Самое главное – мы сможем всегда быть рядом. Конечно, не значит, что для этого необходима весна. Если захочешь летом, хоть будет лето. Нет проблем. Ответь мне, что ты об этом думаешь? Я, наверное, серьезно поработаю, чтобы собрать деньги на переезд. Самостоятельная жизнь потребует немало разных расходов. Нужно купить всякие кастрюли, посуду и прочую утварь. Но к марту я освобожусь и хочу с тобой встретиться. Сообщи, когда лучше всего. Я подгадаю день и поеду в Киото. С надеждой на встречу. Жду письма. Затем 2-3 дня я понемногу покупал, как дает все необходимое для жизни и начал готовить дома простую еду. В соседнем магазинчике стройматериалов купил доски, которые меня там же распилили, и своими руками сделал рабочий стол, за которым же первое время и обедал. Сделал себе полки, купил приправы. Ко мне прибился полугодовалый белый котенок. Я начал его подкармливать. Назвал чайкой. Покончив с противо... С приготовлениями я выбрался в город, где нашел себе подработку в магазине красок и проработал две недели помощником маляра. Деньги платили хорошие, но сама работа оказалась тяжелой. Голова кружилась о запах ацетона. После работы я ужинал в ресторане. Ичин дзенья. Пил пиво. Развращался домой. Играя с котенком и засыпал, как убитый. Прошло две недели. Наука не отвечала. Как-то, орудая кистью, я внезапно вспомнил о Мидоре. Если подумать, я не звонил ей уже три недели, даже не сообщил о переезде. В последнюю нашу встречу я сказал, что собираюсь переезжать, а потом пропал. Я зашел в телефонную будку и набрал номер ее квартиры. Ответил голос, похоже, сестринский. Я представился, и она попросила подождать. Однако время текло, а Мидоре к телефону не подходило. Знаешь, Мидоре очень сердится и не хочет с тобой разговаривать. Возник в трубке тот же голос. Ты не сказал ей о переезде. Исчез с концами. Да? Вот она и разозлилась. Она если сердится, то уже не успокаивается. Как зверек. Хм. Я все объясню. Попросите ее к телефону. Говорит, что не хочет слышать никаких объяснений. Тогда я объясню сейчас. А вы, пожалуйста, передайте Мидоре. А чего ради возмучился голос? Объясняй это сам. Ты же мужчина. Вот и отвечай за свои поступки. Хм. Делать нечего. Я извинился и повесил трубку. Ничего странного в гневе Мидоре нет. Занятый переездом, обустройством, подработкой, я совершенно не вспоминал о ней. Что там говорить? Даже наука я почти не вспоминал. За мной давно такое водилось. Увлекусь чем-нибудь и ничего не вижу вокруг. Потом я подумал, каково было бы мне самому переезд в Мидоре куда-нибудь, не сообщив адреса и не звони мне целых три недели. Пожалуй, тоже было бы. Обиделся. Причем серьезно. Хоть мы и не любовники, но в каком-то смысле еще ближе друг к другу. От одной этой мысли мне стало мучительно. Очень это паршиво. Паршиво, не сознавая того, оскорбить чувство человека, тем паче дорогого. Вернувшись с работы, я сел за новый стол и принялся за письмо Мидоре. Как и есть, откровенно написал все, что думаю. Не стал не оправдываться, ничего-либо объяснять. Просто извинился за собственную невнимательность и бессердечность. Очень хочу тебя видеть. Хочу, чтобы ты посмотрела мое новое жилье. Жду ответа. Наклеил Марку срочной доставки, опустил письмо в ящик. Но сколько я не ждал, ответа не было. Странное начало весны. Все весенние каникулы я прождал ответ. Не пошел в поход, не вернулся домой, к родителям даже подрабатывать нему. Ждал, когда придет ответ, в котором наука сообщит о дате нашей встречи. Днем я выходил в город, смотрел двухсерийные фильмы, читал целыми днями книги, джаст-кафе, ни с кем не встречался и почти ни с кем не разговаривал. И раз в неделю писал письма на оку. В письмах я не напоминал об ответе, не хотелось ее подгонять. Я писал о своей малярной работе, о котенке по имени чайка, о цветении песиков в саду, о приветливой тетушке из магазина тофу и о сварливой из овощной лавки. Писал, что обычно себе готовлю, но от лета все не было. Когда надоедало читать книги или слушать пластинки, я постепенно начал заниматься садом. Взял у хозяев метлу, грабли, совок и секатор. Прополол сорняки, обрезал вытянувшиеся побеги. Стоило лишь немного приложить руки и сад похорошеял. Заметив это, хозяин позвал меня и предложил попить чаю. Мы расположились на веранде и пили чай, ели печенье, беседовали о разном. Выйдя на пенсию, старик некоторое время входил в руководство страховой компании, но два года назад ушел и сейчас жил в свое удовольствие. Дом и земля мне достались давно. Дети выросли и живут самостоятельно. Можно ничего не делая, спокойно проводить старость, поэтому часто мы со старухой путешествуем. Это хорошо, сказал я. Ничего хорошего, от этих путешествий радости никакой, по небу лучше работать. В сад пошел коту под хвост, потому что в окрестностях нет приличного садовника. Заниматься бы самому помаленьку. Да, у меня в последнее время аллергия на зелень. Даже траву пошевелить не могу. Вот оно что, вставил я. Напившись чаю, хозяин показал мне сарай и сказал. Этого, конечно, для благодарности маловато, но тем, что здесь лежит, никто не пользуется. Возьми, если что-то тебе пригодится. Сарай оказался набит всякой всячины. От ушатой и детского бассейна до бейсбольной биты. Я нашел старый велосипед, средних размеров стол, с двумя стульями, трюмо и гитару. Можно вот это? Спросил я. Бери, что захочешь. Я потратил весь день, очистил велосипед от ржавчины, смазал, накачал шины, настроил скорости. В магазине мне поменяли тормозные тросы и велосипед стал как новый. Затем я вытер со стола толстый слой пыли, заново отлакировал. Поменял на гитаре все струны, подклеил места на корпусе, которые начали было отставать. Специально щетку удалил ржавчину, подправил гриф. Гитара была простой, но строить стало правильно. Если вспомнить, я не брал инструмент в руки со школьной поры. Усевшись на веранде, я медленно перебрал струны, пытаясь вспомнить мелодию «Deepters» «Up to the booth», которую когда-то разучивал. На удивление я понял почти все аккорды. Затем из остатков досок я смастерил себе почтовый ящик, покрашивал его красной краской, написал имя и повесил перед входом. Но до 3 апреля в него опустили только передрессованную открытку, возвещавшую о вечере встречи выпускников старшей школы, на которой я бы все равно ни за что не пошел. Почему? В этом классе со мной учился Кидзуки. Открытка моментально полетела в мусорное ведро. А 4 апреля после обеда принесли письмо, оказалось, от Рейка. На обратной стороне конверта стояло ее полное имя – Исида Рейка. Я аккуратно отрезал ножницами край, сел на веранде и принялся читать. Я, конечно, предчувствовал нерадостные новости и начал читать так оно и оказалось. В первых строчках Рейка извинилась за пустой ответ. На око долго боролась с собой, чтобы тебе написать, но так и не смогла. Я несколько раз предлагал сделать это за нее, говорила, что нельзя так долго заставлять ее ждать. Но на око уперлась, мол, это личное. И продолжала меня уверять, что напишет сама. Вот так время и ушло. Прости, если сможешь, писал Рейк. Ты, наверное, устал ждать целый месяц, для на око тоже этот месяц оказался очень тяжелым. Пойми ее правильно. Признаться, состояние у нее сейчас неважное. Она пыталась своими силами встать на ноги, но результат по-прежнему плохой. Если подумать, первым звоночным стал неспособность писать письма. Где-то с конца ноября, начало декабря. Затем постепенно начались слуховые галлюцинации. Когда она садилась за письмо, с ней заговаривали разные люди и мешали писать. Она хочет подобрать слова, и они ей мешают. Однако до твоего второго приезда болезнь протекала относительно легко. К тому же, по правде говоря, я не передавала ей серьезного значения. На всех, нас всех беспокоит в определенной степени похожий цикл. Но после твоего отъезда состояние заметно ухудшилось. Она даже разговаривает сейчас с трудом. Не может найти слова. К тому же, наука сейчас в жутком смятении. Боится и паникует. И слуховые галлюцинации все сильнее. Мы каждый день проводим групповые собеседования с врачом. Тем самым мы втроем, наука, я и врач, всякими разговорами пытаемся найти в ее мозгу поврежденные места наверняка. Я предлагала проводить собеседование с тобой, да и врач согласился. Против была только наука. По ее словам, причину в следующем. Если встречаться, то не в таком состоянии. Я пытался убедить, что проблема не в этом, а в скорейшем выздоровлении, но она не передумала. Кажется, я тебе уже говорила, здесь, на специализированной больнице. Несомненно, есть квалифицированные врачи, которые лечат эффективно. Однако интенсивная терапия здесь проблематична. Цель этого заведения – создание продуктивной среды для самовыздоровления, и медицинское лечение здесь не предусматривается. Поэтому, если состояние наука будет ухудшаться, дальнейшее и придется перевести в другую больницу или клинику. Хоть мне и горько, но это вынужденная мера. Естественно, если до этого дойдет, она будет числиться во временной командировке и может затем вернуться обратно. А если все будет складываться удачно, так и выздороветь, и выпишется. Ну, во всяком случае, мы стараемся изо всех сил, и наука тоже держится, как может. Молись за ее выздоровление. Молись за ее выздоровление. И продолжай, как обычно, писать письма. 31 марта. Исида. Рейко. Дочитав письмо, я продолжал сидеть на веранде, разглядывая по весенню преобразовавшийся сад. Почти полностью раскрылись лепестки старой сакуры, нежно дул ветерок. Странными оттенками тускнели солнечные лучи. Спустя некоторое время откуда-то вернулся чайка, поточил от доски веранды когти, вальяжно вытянулся возле меня и уснул. Я решил о чем-нибудь подумать, но о чем и как не знал. К тому же, по правде сказать, ни о чем думать не хотелось. Еще настанет время, когда мне придется о чем-нибудь думать, тогда и буду. По меньшей мере, и сейчас думать не хотелось ни о чем. Приславнившись к столбу веранды, я весь день просиделся, зерцая сад и поглаживая чайку. Казалось, все силы покинули тело. Шло время. Начало смеркаться. Вскоре двор погрузился в темноту. И сейчас куда-то чайка, а я продолжал рассматривать лепестки сакуры. В мраке весны они казались мне гноящейся плотью, выпирающейся из потрескавшейся кожи. Двор был наполнен тяжелым сладковатым смрадом морядов, мирядов тел. Я подумал о теле на око. Красивая. Она лежала во мраке на боку, и из тела ее росли бесчисленные побеги. Они тихо покачивались и подрагивали от слабых порывов налетавшего откуда-то ветра. Почему это красивое тело должно болеть? Почему на око не оставят покоя? Я вернулся в комнату, задернул штору, но и здесь витал запах весны. Им пропитали земля, но мне он казался смрадом. В комнате с задернутыми шторами я ненавидел весну. Я ненавидел все, что понесла мне весна. Ненавидел тупую боль, которую она вызвала в моем теле. Я никогда и ничего так сильно не мог ненавидеть. Три последующих дня, очень странные дня. Я провел так, будто брел по морскому дну. Я толком не слышал, если ко мне обращались, а когда начинал говорить сам, не могли расслышать меня. Такое ощущение, что все мое тело плотно затянули плевой, из-за которой не удавалось соприкасаться с внешним миром. Однако, вместе с тем, они тоже не могли меня коснуться. Я и сам был беспомощен, и они ничего не могли со мной сделать. Опираясь на стену, я рассеянно смотрел в потолок. Когда хотелось есть, грыз, что было. Хлебал, воду становилось грустно. Пил виски и спал. Не мылся и не брелся, и провел так три дня. Ко 100 апреля от Мидора пришло письмо. Ха, 10-го, а выбор предметов на семестр. Давай встретимся во дворе института и где-нибудь пообедаем, написала она. Я долго не писала, но теперь мы квиты. Давай мириться. Все-таки без тебя мне скучно. Я четыре раза перечитал письмо, но так и не понял, что она имела в виду. К чему оно вообще? Голова отказывалась работать, и я не мог толком связать одну фразу с другой. Почему мы должны мириться в день выбора предметов? Зачем она собирается вместе со мной обедать? Неужели тупею, подумал я? Сознание ослабло и вздулось под лом на корню ночного растения. Не, так не годится, промелькнула в мутной голове. Так не может длиться до бесконечности. Нужно что-то делать. Вдруг вспомнились слова Нагасавы. Не жалей себя. Себя жалею. Только ничтожество. Хм, какой ты все-таки умница, Нагасав, вдохнул я и поднялся. Я, наконец, постирал белье, принял ванну, побрился, прибрал комнату, купил продукты, сделал нормальную еду себе и накормил отощавшего чайку. Ничего крепче пива не употреблял, даже делал получасовую зарядку, а с обретьем из зеркала на меня смотрела до неузнаваемости осунувшее лицо. Чудовичное. Ой, таращило, словно чужие глаза. На следующее утро я сел на велосипед и поехал немного прокатиться. Вернувшись, победал и еще раз перечитал письмо Райку. Голова была занята только одним. Как мне быть дальше? После ее письма в один миг рухнули надежды на постепенное выздоровление. Наука. Она сама говорила, что болезнь пустила глубокие корни, да и Райка считал, что всякое может произойти. Но после двух моих встреч с наука сложилось впечатление, будто ей становится лучше, и единственная проблема – набраться смелости для возвращения в реальный мир. Наберись она этой смелости и нам любые сложности ни почем. Однако возведенный на таком зыбком предположении воздушный замок в одночасье разрушило письмо Райка. Оставалась лишь бесчувственная лоскость. Мне предстояло исправить положение. Теперь, чтобы поправиться на око, потребуется немало времени, думал я. Допустим, она вернется, однако при этом будет намного слабее и нерешительнее, чем прежде. И мне самому предстояло подстроиться под новую ситуацию. Конечно, я понимал, что все проблемы не разрешатся только потому, что я стану сильнее. В любом случае, мне осталось лишь собраться с духом и ждать дольше, пока она не пойдет на поправку. Эй, Кидзуки, в отличие от тебя, я выбрал жизнь и собираюсь жить по-своему, как смогу. Тебе было тяжко, но и мне приходится не слаб. Я серьезно. А все потому, что ты умер, оставив на око. Но я ее не брошу, потому что я ее люблю, и я сильнее, чем она. И собираюсь стать еще сильнее, и вырасту, и стану взрослым, потому что иначе нельзя. До сих пор я хотел, чтобы мне навсегда осталось 18, но сейчас я так не думаю. Я уже не подросток. У меня есть чувство ответственности. Слышишь, Кидзуки, я уже не тот, что прежде, когда мы были вместе. Мне уже 20, и я должен платить за право жить дальше. Патанабе, что с тобой, удивилась Мидори. Ты так похудел? Серьезно? Хоть и перестарался с той, чужой, женой. Я рассмеялся и кинул. Начало прошлого октября ни с кем не спал. Мидори удивленно присвистнула. Полгода ни разу? Что, правда? Да. Тогда почему ты так похудел? Потому что повзрослел. Мидори, взяв мне за руки, пристально посмотрела мне в глаза, затем чуть смущилась и улыбнулась. Ты прав. Что-то действительно чусточку изменилось по сравнению с прошлым разом. Потому что повзрослел. Ну ты даешь. Думать о таких вещах, восхищенно сказал Мидори. Пойдем обедать. И есть хочется. Мы пошли в небольшой ресторанчик, да за корпусом филфака. Я заказал комплексный обед, Мидори тоже. Сердишься на меня? Спросила Мидори. За что? За то, что я в отместку долго не отвечала. Наверное, считаешь, что так поступать нельзя. Ты ведь извинился передо мной? Ха. Так я сам был виноват и по делам. Ну, истра говорит так нельзя. Это недобросердечно и совсем не по-детски. А теперь отлегло отыгравшись-то. Ага. Ну и ладно. А ты впрямь добрый, сказала Мидори. Слушай, ты что, правда полгода не занимался сексом? Правда, ответил я. Наверное, когда укладывало меня спать в тот раз, хотелось? Не знаю. Наверное. Но не стал. Послушай, ты сейчас самый дорогой мне человек, и я не хочу тебя терять. И если бы ты тогда поприставал, я бы не смогла отказать. Мне тогда было очень не по себе. А у меня твердый и толстый. Ха. Она улыбнулась и тронула мое запястье. Я незадолго до того поверила тебе на все сто и уснула тогда, расслабившись, совершенно не боясь. Пока я с тобой, все в порядке, можно не беспокоиться. Я крепко спала? Еще как, ответил я. Поэтому, если бы ты, наоборот, не сказал, эй, Мидори, иди ко мне, все будет нормально, давай покувыркаемся, я бы, пожалуй, согласилась. Только не подумай, что я тебя соблазняю или потруню, или пытаюсь задеть. Я просто хотела честно признаться тебе. Я знаю. За обедом мы показывали друг другу выбранные на семестр предметы и обнаружили два общих курса лекции. Значит, я буду видеть ее дважды в неделю. Потом она рассказала себе. Первое время они с сестрой никак не могли привыкнуть к жизни в квартире. Почему? Слишком вольготно по сравнению с прошлым. Мы просто глубоко увязли. За больными ухаживай, по магазину хлопачи, каждый день суета, казала Мидори. Но постепенно мы начали понимать, что можно жить иначе. Причем должны были так жить с самого начала. Никого не стесняясь, можно делать, что вдумается. Однако успокоения не было, будто тело парит в двух-трех сантиметрах над землей. Казалось, все это блеф. Такой вольготной жизни на самом деле быть не может. Тряслись, не придется ли за это расплачиваться? Бедный сестерик, рассмеялся я. Да уж, досталось, сказала Мидори. Но ладно, мы свои еще наверстаем. Думаю, за вами не за ржавет. А чем занимает сестра? Ее подруга открыла недавно магазинчик аксессуаров в районе Амотэ-сан. И сестра помогает ей три раза в неделю. В остальное время учится готовить. Ходит на свидания, смотрит кино и просто безденежит. Короче, наслаждается жизнью. Она поинтересовалась, как живой я. И я рассказал о планировке дома, простудном саде, котенке по имени Чайки и старичке-хозяине. Как? Нравится? Вполне. Не, хотя ты сам, как неживой. Так весна же. И на тебе красивый свитер, который связала она. Я удивился и посмотрел на свитер. Откуда ты знаешь? Ха, а ты честный. Что ж тут еще можно подумать? Удивилась Мидори. Но ты не в духе. Пытаюсь воспрянуть. Думай, что жизнь – коробка с печеньем. Я несколько раз кивнул, а затем посмотрел в лицо Мидори. Наверное, у меня не все в порядке с головой, но иногда я тебя совершенно не понимаю. В коробке с печеньем есть печенюшки любимые и не очень. Съешь первым делом самые вкусные, останутся лишь те, что особо не любишь. Когда мне горький, я всегда думаю об этой коробке. Потерпишь ей час, проще будет потом. Вот и выходит, что жизнь – коробка с печеньем. Прям целая философия. Но это правда. По своему опыту знаю. Пока мы били кофе, в ресторан вошли две подружки, однокашницы Мидори. В втором они поболтали и о выбранных предметах. Обсудили прошлогодние успехи по-немецкому и травмы подруги во время институтской потасовки. Похвалили ее новые туфли и еще немного потрещали. Я невольно слушал все эти разговоры, и мне стало казаться, что они доносятся с обратной стороны земли. Я пил кофе, разглядывал пейзаж за окном, обычный весенний пейзаж студгородка. Подернулось дымкой небо, цвела сакура, шагали первокурсники, прижимая к груди новенькие учебники. Мысли мои куда-то отлетели. Илья подумал о науке, которая и в этом году не смогла вернуться в институт. На подоконнике стоял стаканчик с цветами ветреницы. Вскоре подружки попрощались и вернулись за свой столик. А мы вышли на улицу. Заглянули в букинистические магазинчики, купили там несколько книг, выпили кофе. В кафетерии сыграли в игровом центре в пинбол. Затем уселись в парке и болтали. Точнее, болтала Мидори. А я только временами вставлял ага. Мидори сказал, что хочет пить. И я сбегал в кондитерскую поблизости. Купил две банки колы. Пока я ходил Мидори что-то усердно строчила в блокноте. Что это поинтересовался и получил в ответ. Так. Ничего. Полчетвертого она собиралась уходить. Сказала, что должна встретиться с сестрой на гинзе. Мы дошли до станции метро и там расстались. Прочаясь, Мидори засунул мне в карман пальто, сложенный в четверо листок. Прочти дома, сказала она, но я прочел в электричке. Сейчас ты пошел за колы. А я тем временем пишу это письмо. Впервые пишу человеку, сидящему рядом со мной на скамейке. Не сделай я этого, похоже, ты вряд ли вообще поймешь, о чем я. Еще бы, ты же меня совсем не слышишь. Ведь так? Знаешь, что меня сегодня очень обидел? Ты совсем не заметил, что я поменяла подчерк. Я изо всех сил отращивал волосы. И в конце прошлой недели наконец-то смогла вернуть себе женский облик. Но ты не обратил ни малейшего внимания. Мне казалось, что я стала еще симпатичней. Думала, встречусь с тобой спустя время. Удивлю. А ты даже не заметил. Знаешь ли, это уж слишком. Ты, наверное, сейчас и не припомнишь, во что я была одета. А я, между прочим, девушка. Как ты не занят своими думами, иногда мог бы обращать на меня внимание. Скажи мне хоть раз, какая симпатичная прическа. А потом думай и делай, что хочешь. Я бы тебя и так простил. Поэтому я тебе вру. Встреча с сестрой на гинзе – ложь. Я собралась сегодня остаться у тебя и даже взяла с собой пижаму. Да, да. В моей сумке лежала пижама и зубная щетка. Ха-ха-ха, как дура. От тебя приглашения не дождешься. Ладно, чего уж. Тебе не до меня, ты хочешь быть один. Ну и оставайся. Думай, сколько влезет. Я на тебя не обижаюсь. Просто мне грустно. Ведь ты так много для меня сделал. А я ничем тебе ответить не могу. Ты вечно погружен в свой мир. Я пытаюсь достучаться. Эй, вот она бы, тук-тук. Ты приподнимешь взгляд и сразу же затворяешься в себе. Вот ты вернулся с колы. Идешь с задумчивым видом. Я подумал, что ты упал, но ты не падаешь. Сидишь рядом со мной и отхлебываешь из банки. Я надеялась, ты купишь колу, вернешься и наконец-то заметишь. Ты что, сменила прическу? Но, увы, если бы ты заметил, я разорвал бы это письмо в клочке и сказал бы, давай пойдем к тебе. Приготовлю тебе вкусный ужин. Вместе уляжемся спать. Но ты не оттесанный чурбан. Прощай. По скриптум. И больше не пытайся со мной заговаривать. Я попробовал позвонить Медоре домой с автанцией Кирченодзе, но никто не отвечал. Делать было нечего. Я бродил по городку, пытаясь найти себе такую работу, чтобы можно было бы совмещать с учебой. Свободным у меня был один из двух дней. Суббота или воскресенье. Да к тому же я мог работать с пяти вечера по понедельникам, средам и четвергам, но найти подходящее место казалось непросто. Я вернулся домой. Покупаю что-то себе на ужин и еще раз позвонил Медоре. Ответила сестра. Медоре еще не вернулась. Когда вернется, даже не знаю. Я извинился и положил трубку. После ужина собирался написать Медоре письмо, но сколько не переписывал, ничего не вышло. Поэтому в конечном итоге решил написать на ок. «Наступила весна, начался новый семестр», – писал я. «Очень жаль, что не могу с тобой встретиться. Я бы очень хотел при любых обстоятельствах встретиться и поговорить с тобой, однако в любом случае я решил стать сильнее. Потому что кажется, что другого пути у меня нет. И вот еще. Это, конечно, сугубо моя проблема, и тебе, пожалуй, все равно только я больше ни с кем не сплю, потому что не хочу забыть твое прикосновение. Оно для меня намного важнее, чем ты думаешь. Я постоянно вспоминаю те мгновения». Я вложил письмо в конверт, наклеил марку и, сев за стол, какое-то время пристально смотрел на него. Куда короче обычного письма, но так, пожалуй, ей будет понятнее. Я налил стакан виски сантиметра на три, в два голодка выпил и лег спать. На следующий день я нашел подработку по субботам и воскресеньям поблизости от станции Кичидне-Дзьодинь, официантам и сравнительно большим итальянским ресторанам. Неплохие условия питания и даже оплата транспортных расходов. «Если работающие вечернюю смену по понедельникам, средам и черезгам брали отгул, а они, признаться, делали это довольно часто, можно было их подменять, что меня более чем устраивало». Через три месяца прибавка к зарплате, выходы уже в субботу, сказал менедж, куда более собранный и серьезный человек, нежели управляющий магазином властинок на Циндзюк. Звонила Мидори, опять брала трубку сестра и устало говорила. Мидори до сих пор не возвращалась. Я сама хочу знать, где она подевалась. Может, ты что-нибудь знаешь? Я знал только одно. В ее сумке есть пижама и зубная щетка. В среду на лекции объявилась Мидори. Она была в свитере полынного цвета и темных очках, которые часто носила летом. Мидори уселась на последний ряд и разговаривала с невысокой очкастой подругой. Я уже видел ее раньше. Я подошел к ним и сказал Мидори, что хочу с ней поговорить. Первым делом на меня посмотрела очкастая подруга, затем Мидори. Причастка у нее действительно была намного женственнее, чем раньше. И сама Мидори выглядела чуточку взрослее. «Я сегодня спешу», – сказала она, слегка склонив голову. «Много времени отниму, минут пять», – сказал я. Мидори сняла очки и прищурилась. Выражение глаз было таким, будто она вдалеке разглядывает какие-то руины. «Не хочу я с тобой говорить. Извини». Очкастая подруга смотрела на меня таким взглядом, словно хотела сказать, «Ну, что тут поделаешь? Не хочет она с тобой говорить. И все». Я сел на первый ряд справа и стал слушать лекцию «Введение в комедии Теннесси Уильямса и их роль в американской литературе». Лекция закончилась, я не спеша дочитал до трех и обернулась. Мидори уже не было. Апрель. Слишком грустная пора, чтобы проводить ее в одиночестве. В апреле все кажутся счастливыми. Одни, скинув тяжелые куртки, беседовали на солнышке, другие играли. Кейджболл, третьи любили, а я был полностью одинок. И Наока, и Мидори, и Нагасава, и прочие все больше удалялись от меня. И даже некому было сказать мне «Привет» или «Доброе утро». Штурмовик и тот вспоминался как родной. И вот в таком безутешном одиночестве я провел весь апрель. Несколько раз пытался дозвониться до Мидори, но получал один и тот же ответ «Не хочу сейчас разговаривать». Потом я понимал, что она не шутит. Она почти всегда ходила вместе с твоей очкастой подругой. А в остальное время вокруг нее вивался долговязый парень с короткой стрижкой. И с жутко длинными ногами он постоянно носил белые баскетбольные кеды. Закончился апрель, наступил май, который оказался еще хуже. С приходом мая я уже не мог ощущать, чем ближе лето, тем сильнее рвется и колеблется мое собственное сердце. Особенно с наступлением темноты. В бледном мраке, будто едва вептающего запаха мангнули, мое сердце беспричинно распирало и пронзало болью. Такие минуты я закрывал глаза и стискивал зубы. И ждал, когда это пройдет. Оно проходило не спеша и оставалось тупая горечь. В такие минуты я писал науку. Писал лишь о прекрасных, веселых и красивых вещах, о запахе травы, о приятном весеннем ветре, о свете луны, о просмотренных фильмах, о любимых песнях, о впечатлевших книгах. Перечитывая эти письма, я и сам успокаивался и думал, в каком замечательном мире я живу. Я написал несколько таких писем, но ни от аока, ни от рыка я там не получал. В ресторане, где я подрабатывал, подружился с моим сверстником, студентом по фамилии Ито. Иногда мы с ним пытались беседовать. Прошло немало времени, прежде чем этот спокойный и молчаливый парень с отделением живописи художественного института хоть как-то разговорился. И мы после работы шли в какой-нибудь ресторанчик, пили пиво и обсуждали разные темы. Он тоже любил читать книги и слушать музыку. Стройный, симпатичный парень с прической, слишком короткая для студентов его института, очень опрятный. Говорил немного, но имел собственное мнение и четкие вкусы. Любил французские романы, с удовольствием читал Жорж Братая, Бориса Виана, а из музыки предпочитал Моцарта и Мориса Равеля. И так же, как и я, искал товарища, с которым можно об этом поговорить. Однажды Ито пригласил меня к себе, он снимал квартиру в одноэтажном доме со стороны планировки, где-то за парком Иннокассира. И она была сплошь заставлена холстами и разными художественными предметами. Я хотел была посмотреть картины, но он застеснялся и не стал показывать. Мы пили шивас, регал, который он без разрешения прихватил из дома отца. Жарили на портативной плитке спиринха и слушали концерт Моцарта в исполнении Роберта Казадесуса. Ито был родом из Нагасаки и уехал, оставив там свою подругу. Каждый приезд в Нагасаки с ней спал, но в последнее время у них что там. Не заладилось. Ты, наверное, сам знаешь, сказал он. В 20-21 девчонки вдруг начинают очень конкретно рассуждать о разных вещах. Становятся очень реалистичными. Глядишь, и казавшиеся в них раньше очень милым уже выглядят банально и удовольчают. Вот и она каждую нашу встречу непременно интересуется, что я собираюсь делать после института. А что ты собираешься делать? Он, грыжа рыбу, кивнул. Что делать? Что делать? А нечего делать. Студент отделения живописи. Если задуматься, кто туда вообще пойдет учиться. Ну, закончишь. А на что жить-то будешь? Она говорит, возвращайся в Нагасаки. Будешь преподавать живопись. Сама собирается стать преподавателем английского. Она тебе уже не нравится, как прежде? Пожалуй, так. Призвался Ида. К тому же я не хочу становиться преподавателем живописи. Не хочу кончить жизнь, обучая рисовать школьников. Диких, как обезьяны. Тогда с девушкой лучше расстаться. Для вас обоих, сказал я. Я тоже так думаю. Но не могу я об этом сказать. Язык не поворачивается. Она ведь надеется, что мы будем вместе. А я и... Давай расстанемся. Ты мне больше не нравишься. Нет. Не получается. Мы пели шиваска льда, а когда закончилась пернихи, порезали соломкой огурцы и сельдерей и ели, обмакивая в мисо. Хрустя огурцом, я вспомнил покойного отца Мидори. Затем подумал, во что бы превратилась моя жизнь без Мидори, и мне стало тяжко. Незаметно во мне поселилось и выросло все ее существо. У тебя есть подруга? Спросил Ида. Есть она. Есть, вздохнул я. Но сейчас по разным обстоятельствам находится очень далеко. Но вы друг друга понимаете? Хочется надеяться, иначе мне хана, не весело смахнулся я. Он спокойно заговорил о великолепии Моцарта, как деревенские жители знают все о лесных тропинках. Он прекрасно разбирался в музыке этого австрийского австрица, любимого композитора его отца, потому что постоянно слушал люлет с трех. Я плохо понимал классику, но прислушивался к его уместным и проникновенным пояснениям. Слышишь? Вот в этом месте. Или как тебе это? После них мне на душе было спокойно еще очень долго. Любуюсь свисавшим над шипарком и на кассира молодым месяцем, мы допили весь шивас-регал. Вкусный напиток. Ито предложил мне остаться у него, но я отказался, сославшись на одно дело, поблагодарил его за виски и около девяти ушел. По пути домой забрел телефонную будку и позвонил Мидоре к телефону. Подошла она сама. Извини, я не хочу сейчас с тобой говорить, сказал Мидор. Это я прекрасно знаю, уже много раз слышал, и не хочу, чтобы наши отношения на этом закончились. Ты одна из моих редких друзей, и мне очень тебя не хватает. Когда я могу с тобой поговорить, хоть это скажи. Я сама тебе позвоню. Когда придет время. Как поживаешь, попробовал спросить я. Да так, ответила она и положила трубку. В середине мая пришло письмо от Рейка. Спасибо тебе за песни. Наука читает их с большой радостью. Я тоже. Не возражаешь? Извини, что долго не отвечали. Если честно, я немного устала, да и новостей хороших не было. Состояние у наука неважное. Недавно приезжала из КБ ее мать. Четвером, включая меня и врача, обсуждали разные вопросы и пришли к выводу, что ей лучше на некоторое время перейти в специализированную больницу и пройти интенсивное лечение, а потом уже опять вернуться сюда. Наука говорит, что по возможности хотела бы вылечиться, не уезжая отсюда, да и мне будет грустно с ней расставаться. Я даже беспокоюсь. Но, по правде говоря, здесь становится труднее ее контролировать. Обычно все нормально, но иногда чувства ее становятся крайне неуравновешенными, и тогда с ней весьма нельзя спускать глаз, потому что не зная, что произойдет, беспокоят ясные слуховые галлюцинации, наука сотворяется от мира и совсем уходит в себя. Поэтому я тоже считаю, что ей лучше всего какое-то время полечиться подходящим заведением. Жаль. Но ничего не поделаешь. Как я тебе уже говорила, нужно набраться терпения, не теряя надежды распутывать одну за другой все эти нити. Какой безнадежной не была бы ситуацию, у нити непременно должен быть конец. А станет вокруг темно не двигаться и ждать, пока глаза не привыкнут к этой темноте. Когда ты получишь это письмо, наука уже должна перейти в больницу. Извини, что сообщила тебе в последнюю очередь, все решалось в читанные дни. Новая больница неплохая, а главное – надежная. Есть хорошие врачи. Адр ты найдешь в конце этого письма. Теперь пиши туда. Мне пообещали регулярно сообщать о состоянии наука, будут новости, дам знать. Хорошо, если смогу порадовать тебя чем-нибудь хорошим. Тебе сейчас легко, поэтому крепись. Хоть наука здесь и нет, пиши иногда и мне. До свидания. Весной я написал целую кипу писем. Раз в неделю, наука, иногда рейка. Несколько писем Мидори. Я писал в аудиторию института, дома, за столом, посадив на колени чайку в перерывах, на работе и в итальянском ресторане, будто скреплял этими письмами свою развалившуюся на части жизнь. Апрель и май прошли очень тяжко и грустно, потому что я не мог с тобой разговаривать, писал Мидори. Я впервые испытал на себе такую тяжкую и грустную весну. Чем так уж лучше бы февраль повторялся бы три раза. Хоть от моих слов уже ничего не изменится, но тебе очень идет новый стиль прически. Очень симпатичная. Сейчас я подрабатываю в итальянском ресторане и научился у повара вкусно готовить спагетти. Хочу, чтобы ты тоже их как-нибудь опробовала. Я каждый день ходил в институт два-три дня в неделю, подрабатывал в ресторане, разговаривал сыто о книгах, о музыке, взял у него почитать несколько томов Бориса Виана, писал письма, играл с чайкой, варил спагетти, следил за садом, мастурбировал, думая о науке и пересмотрел множество фильмов. Мидори заговорила со мной где-то в середине июня, спустя целых два месяца. После лекции она уселась рядом и молча подпел рукой щеку. За окном левый дождь, прямой, без ветра, как это обычно бывает в сезон дожди, и все без исключения становилось мокрым. Студенты ушли из аудитории, а Мидори продолжала молчать все в той же позе. Затем достала из кармана джинсовой коротки Мальборо и протянула мне спички. Я чирно удал ей прикурить. Она округлила губы и медленно выдохнула мне в лицо, даю. Нравится моя прическа? Очень. Как что? Как если повалить все деревья в мире? Ты серьезно? Серьезно. Она некоторое время смотрела мне в лицо, затем протянула правую руку, я ее пожал. Казалось, у нее отлегло даже сильнее, чем у меня. Мидори сбросила пепел на пол и резко поднялась. Пошли обедать, а то в животе пусто. Куда пойдем? Ну, так и Симая, на Ниханбасе. Зачем это специально идти в такое место? Иногда хочется сходить мне. Мы сели метро, доехали до Ниханбасе. Дождь лил с утра, и в университете было пусто. Лишь мелькали силуэты редких покупателей. Внутри тоже пахло дождем, и продавцы невольно бездельничали. Мы спустились в подземный этаж, где располагались ресторанчики, думчиво изучили образцы блюд на витринах и на пару остановились на комплексе Макуна Учи. Было время обеда, однако публика казалось немного. Давненько не бывал в таких заведениях, отпевая из белой гладкой кружки, которые можно увидеть разве что в кафетериях при универмагах, заметил я. А мне нравятся таких места, сказала Мандора. Будто чем-то особенным занимаешься, наверное, из-за детских воспоминаний. Кое-то веки брала с собой универмаг. Я вроде часто бывал, мать любила по таким магазинам ходить. А везет же. А толку? Я терпеть не мог, когда меня таскали повсюду за собой. Я не о том, хорошо, что в детстве о тебе заботились. Ну да, единственный ребенок. Когда была маленькая, думала, вот вырасту, приду одна в универмаг и съем много-много-много всего, что захочу, сказала Мандора. Только вот все это пустое. Какая радость набивать желудок в таком месте, да еще и в одиночку. Вкус так себе, одно только. Тут просторно и много народу, а воздух спертый. При этом все равно иногда сюда тянет. Мне было грустно все это время. Я это читал в письме, бесстрастно сказала Мандоре. Давай сначала поедим, а то я ни о чем другом сейчас думать не могу. Мы, почувствуясь в своих комплексе в полукругах, коробках, разделались супом и принялись за чай. Мидори закурила, докурив ни слова не говоря, а резко поднялась и взяла в руки зонтик. Я тоже встал и взял зонтик. Куда пойдем дальше? Куда можно пойти в универмаге после обеда? Конечно, на крышу. Шел дождь, и на крыше никого не было. Не оказалось продавца и водили зоотоваров. Окошки ларьковой билетной кассы аттракционов тоже были закрыты. Мы шагали меж промокших деревянных лошадок, садовых скамеек и ларьков. Меня поразило, что в самом центре Токио есть такое непопулярное и заброшенное место. Мидори захотела посмотреть подзорную трубу. Я вставил монету, и пока она смотрела, держал над ней зонтик. Углу крыши находился крытый уголок, где стояли огромные автоматы для детей. Мы сели там на подставку и стали смотреть, как льет дождь. — Что-нибудь говори, — сказала Мидори, — ведь много хочешь рассказать. Я не хочу себе оправдываться. Я тогда не знал, что делать, и голова была как в тумане, ничего не соображал. Но когда я не смог с тобой встречаться, понял одно. Пока ты была рядом, я как-то держался, а как ушла, стал горько и тоскливо. — Но ведь ты не знаешь, вот она бы как горько и тоскливо пришла с мне. — Правда? — удивился я. Я думал, ты разозлилась и не хочешь меня видеть. — Ну, откуда ты взялся такой глупый? Что значит не хотела? Я же говорил, ты мне нравишься. Думаешь, я могу просто так то любить, то не любить? Или ты даже этого не понимаешь? — Так-то оно так, но... — Ой, ну ты меня достал. Как дала бы тебе сейчас пинков сто? — Все, встретились столько времени спустя, а он сидит, как истукан, думает о другой, и даже на меня не посмотрит. Кого угодно разозлишь. Я просто решила, что лучше некоторое время побыть на расстоянии, чтобы все стало понятно. Что все? — Ой, наши с тобой отношения. Ну, то есть мне стало куда приятнее с тобой, чем с ним. Тебе не кажется это неестественным и ненормальным? Конечно, он мне нравится, немного своей нравной, с предрассудками, фашиста, в общем, но в нем много хорошего. К тому же он первый, кого я полюбила всерьез. Но ты какой-то особенный для меня. Когда мы вместе, кажется, как одна пара. Я верю тебе, люблю и не хочу отпускать. Ну, то есть постепенно я начинаю сходить с ума. Так вот. Я съездил к нему, чтобы честно все обсудить. Спрашиваю, как быть? Он говорит, больше с ним не встречайся, а хочешь быть с ним, давай расстаемся. И что? Расстались. Окончательно, сказала Мидори, достала Мальборо и, прорывая от ветра огонь, прикурила. Почему? Почему? Закричала Мидори. Ты что? Чокнутый. Знаешь правила сослагательного тлонения, разбираешься в математической прогрессии, можешь читать Маркса, но не понимаешь таких вещей. Почему переспрашиваешь? Почему заставляешь девушку говорить об этом? Потому что люблю тебя больше, чем его, разве не ясно? Я, может, хотела полюбить и более симпатичного парня, но что поделаешь, если полюбила именно тебя? Я хотел что-нибудь сказать, но горло будто чем-то забилось. Я не смог произнести ни слова. Мидори шевырнула бычок в лужу. Не делай такое жуткое лицо, а то заплачу. Не бойся, я знаю, что у тебя есть любимый человек и особо не надеюсь, но хоть обнять-то ты меня можешь за те два месяца мучений. И мы обнялись за детским уголком с раскрытыми зонтиками в руках, плотно прижавшись телами, искали губы друг друга. И ее волосы и воротник джинсовой куртки пахли дождем. Какое мягкое, теплое женское тело, подумал я. Через джинсовую куртку я грудью чувствовал касание ее груди. Показалось, что прошла целая вечность до того, как я прикоснулся к живому телу. Вечером того дня, когда мы видели в последний раз и встретились с ним, и мы поговорили, а затем расстались, сказала Мидори. — Я очень тебя люблю, — сказала я. — Всем своим существом больше не хочу тебя терять, но ничего, не могу себе поделать. Сейчас я связан. — Ты о ней? — я кивнул. — Скажи, ты с ней спал? — Только один раз, год тому назад. — И больше не виделся? — Виделся два раза, только и всего, — сказал я. — Ну, и в чем дело? Она тебя не любит? — Ничего не могу сказать. Очень непростая ситуация. Смешались в клубок разные проблемы. Все это длится так долго, что уже стало непонятно. Ни мне, ни ей. Я знаю только одно. Существует некая человеческая ответственность, и я не могу с себя ее снять. По крайней мере, сейчас я это чувствую. Пусть даже она меня и не любит. Знаешь, а я, кровь с молоком, прижавшись щекой к моей шее, сказал Мидори. — Я в твоих объятиях признаю, что люблю тебя. — Силуй все, что ты скажешь. Я девушка, немного сбалмошенная, но честная и порядочная. Работаю, будь здоров. Неплохо собой. Груди хорошей формы, вкусно готовлю, храню наследство отца в банковском сейфе. Тебе не кажется, что это очень выгодное приобретение? Не возьмешь ты, достанусь кому-нибудь другому. — Мне нужно время, — сказал я. — Время, чтобы подумать, разобраться, решить. Извини, но сейчас я не могу тебе сказать больше. — Однако любишь меня всем своим существом и больше не хочешь терять? — Конечно. Мидори отстранилась и озорно улыбаясь посмотрела на меня. — Хорошо, я подожду, потому что верю тебе, — сказала она. — Но когда придешь за мной, бери только меня. Когда обнимаешь меня, думай только обо мне. Понимаешь, о чем я? — Вполне. — И еще. Можешь делать со мной все, что хочешь, только не делай больно. Мне много пришлось пережить до сих пор. Больше не хочется. Хочется счастья. Я притянул Мидори к себе и поцеловал. — Брось этот чертов зонтик. Обними меня крепче обеими руками. Брошу. Промокнем до нитки. — Ну и ладно. Хочу, чтобы ты меня обнял и ни о чем не думал. Я ждала этого два месяца. Я поставил зонтик в ног и крепко обнял под дождем Мидори. Нас окружало лишь глухое, как дымка, шуршание колес, проносившееся по автостраде машин. Бесшумно и упорно продолжал влить дождь. Пропитывал наши волосы, скатываясь слезами по щекам, окрашивая ее джинсовую куртку и мою желтую нейлоновую ветровку темным. — Может, спрячемся куда-нибудь под корышу? — предложил я. — Пойдем ко мне. Сейчас как раз никого. А то мы так простудимся. — Однозначно. Мы как будто реку вброд перешли, засмеялась Мидори. — Красота. В хозяйственном отделе мы купили полотенце побольше и по очереди высушили волос. Затем доехали на метро до ее дома на Мегадане. Мидори отправила меня в ванную первым. Затем приняла душ сама, пока не высохла моя одежда. Дала банный халат. Сама переоделась в тенниску и юбку. Мы пили на кухне кофе. — Расскажи о себе. — Что, например? — Ну, чего ты не любишь? — Курятину, венерические болезни и балабола парикмахера. А еще апрельское одиночество и кружевные подсилки для телефонов. А еще я помотал головой. Больше ничего на ум не приходит. Мой парень, точнее, мой прежний парень, не любил много разных вещей. Что я ношу короткую юбку, курю, сильно пьянею, говорю всякие пошлости, обзываю его друзей. Поэтому, если тебе что-то не нравится во мне, говори, не стесняйся. Что смогу исправить, я исправлю. В общем-то, ничего. Немного подумав, сказал я и кивнул. Все нормально. Серьезно? Мне нравится любая твоя одежда, мне нравятся все твои поступки, слова, твоя походка и то, как ты винеешь. Что и даже это? Я не знаю, как это можно изменить, поэтому пусть остается как есть. Как сильно ты меня любишь. Как если бы расплавивались и стали маслом все тигры джунглей в мире. Ха! Недовольно протянула Мидори. Обними-ка меня еще раз. Мы обнимались на кровати в ее комнате, прислушиваясь к каплям дождя. Мы целовались под одеялом и говорили обо всем на свете, от происхождения мира до методов варки яиц. Интересно, что делают муравьи в дождливую погоду? Спросил Мидори. Не знаю, ответил я. Убираются муравейники или проветривают запасы. Муравьи – работяги. Раз работяги, почему тогда не эволюционируют, а оставляются муравьями? Не знаю, но думаю, что структура их тела развивается, например, в сравнении с обезьянами. А ты, оказывается, знаешь давно далеко не все. Я-то думала, в этом мире для тебя нет ничего неизвестного. Мир просторен. Горы высоки, моря глубоки. Мидори подхватила Мидори, просунула в прорезь халата руку и взяла мой возбужденный пенис. У нее перехватило дыхание. Вот она бы. Только без шуток. Такой большой и толстый не поместится. Ррр. Шутишь, вдохнула, сказал я. Шучу, приснула она. Все нормально. Не беспокойся. Поместится куда он денется? Слушай. А можно посмотреть поближе? Валяй. Мидори вынула, нырнула под еяло и принялась вертеть мой пенис. Оттягивая кожу, взвешиваясь на ладони, Машонка высунулась под еяло голову, отдышалась. Классно на тебя. Ничего. Спасибо. Простодушно поблагодарю я. Наверное, ты не хочешь сейчас со мной, пока все не прояснится. С чего ты взяла? Очень даже хочу. Но мне сейчас нельзя. Упрямый. Я бы на твоем месте согласилась. Сначала сделала, потом бы размышляла. Серьезно? Ура. Тихо, сказал Мидори. Я бы тоже не стала. На твоем месте я бы тоже не стала. Ты мне этим очень нравишься. Правда, правда. Как сильно спросил я, но Мидори не ответила. Вместо ответа она прижалась ко мне, поцеловала. Мои соски и начала медленно двигать рукой, ажимая пениш. Первым делом я подумал, что ее движения сильно отличаются от движений на око. Они обе делали очень нежно и замечательно, но что-то отличалось. Я во всем этом чувствовал нечто совершенно иное. Эй, вот она бы. Опять думаешь о другой? Нет, спросил я. Правда, правда. Не хочу, чтобы ты думал о другой, пока я так делаю. У меня и не получится. Хочешь прикоснуться к моей груди? Или вот там? Спросила Мидори. Хочу, но лучше пока не прикасаться, когда все за один раз возбуждение слишком сильное. Мидори кивнула, сняла повозившие трусы и поднесла их к кончику пениса. Кончай сюда. Испачкается. Не болтай чефуху. Я-то заплачу. А то я заплачу, сказал Мидори. Постирай все делов-то. Не стесняйся. Кончай. Сколько сможешь? Если так переживаешь, можешь купить и подарить мне новые. Или мне можешь... Или не можешь от моих рук? Еще чего. Тогда кончай. Давай. Сюда. Я кончу. И Мидори поднялась изучать мою сперму. Смотри, как много восхищенно сказала она. Переборщил? Ладно. Уж чего там? Хм. Дурашка. Кончай сколько можешь. Смеясь сказала Мидори. И поцеловала меня. Вечером она сходила за покупками. Приготовила ужин. Сидя за столом на кухне, мы пили пиво или тампору и рис с зеленым горошком. Ешь хорошо. Запасайся спермой, сказала Мидори. А я нежно помогу тебе кончить. Спасибо. Поблагодарил я. Я знаю разные способы. Начинаешь с женских журналов, когда у нас был магазин. Беременные-то не могут этим заниматься. Вот в журнале и поместили особый раздел, что делать с мужем, чтобы он не изменял. Действительно, способов очень много. Интересно? Интересно, сказал я. Расставшись с Мидори, я развернул в электричку, купленную на станции вечернюю газету. Но если подумать, совсем не хотел вычитать. Попробовал, но ничего не понял. Уставившись на страницу непонятной газеты, я продолжал размышлять, что со мной будет дальше, что произойдет со всем окружающим миром. Порой казалось, что вокруг меня пульсирует мир. Я глубоко вздохнул и закрыл глаза. Я не раскаивался от сегодняшних поступков. Если бы пришлось все повторить заново, я был уверен, сделал бы то же самое. Пожалуй, так же обнял Мидори под дождем на крыше, так же вымок до нитки и так же кончил от ее руки и в ее постели. В этом не возникало сомнений. Я любил Мидори и был очень рад, что она вернулась ко мне. С ней у меня все будет хорошо. Как она сама говорила, кровь с молоком. Она веряла себя моим рукам. Я едва сдерживался, чтобы не обнажить ее, не распахнуть ее тело и не погрузиться внутрь этой теплоты. Я совершенно не мог остановить движение ее руки, сжимавшей ему пенис. Я хотел этого. И она хотела. Мы уже любили друг друга. Кто может этому помешать? Да, я люблю Мидори. И, наверное, должен был понять это намного раньше. Я просто долго избегал этого вывода. Проблема заключалась в другом. Я не мог толком объяснить наукой такой поворот событий. Была бы иная ситуация, но сейчас я не мог позволить себе признаться наукой, что полюбил другую. Ведь наука я тоже любил. Пусть даже любовь эта искривилась где-то по пути, но я, без сомнений, любил наука, для которой у меня внутри сохранялся нетронутым достаточно места. Все, что я мог, написать письмо Рейка и во всем честно признаться. Вернувшись домой, я расположился на веранде и, посматривая на впитывающий дождь ночной сад, придумал в уме несколько фраз. Затем сел за стол и начал писать. Мне очень тяжко сообщить об этом, начал я. Затем полностью отписал свои отношения с Мидори и рассказал о моем, о том, что сегодня произошло между нами. Я любил и, пожалуй, по-прежнему люблю науку. Но то, что существует между мной и Мидори, решает все. Я чувствую, что с трудом сопротивляюсь этой силе, которая со временем подхватит и унесет меня вперед. Наука у меня жутко тихое и чистое нежное чувство. Мидори – чувство совсем иного рода. Оно встало на ноги, шагает, дышит и бьется, и вместе с тем меня трясет. Я не знаю, как мне быть. Ни в коем случае не собираюсь оправдываться, но я по-своему честно жил и никому не ргал. Старался никому не причинять боль, поэтому совершенно не могу понять, за что меня забросило в такой лабиринт. Что мне теперь делать? Больше мне обращаться за советом некому. Я наклеил марку в срочной почте и той же ночью спросил письмо Мерчик. Ответ Райка пришел через пять дней. Здравствуй. Сначала хорошая новость. Наука идет на поправку быстрее, чем я думала. На днях разговаривал с ней по телефону. Вполне вынятная речь говорит, что скоро сможет вернуться сюда. Теперь о тебе. Нельзя воспринимать вещи так близко к сердцу. Любить человека прекрасно. Если это любовь искренняя, никого в лабиринт не бросят. Верь в себя. Мой совет очень прост. Во-первых, если твое сердце заполнило медурей, вероятно, вы любите друг друга. Может, у вас все будет складываться хорошо, а может и нет. Но это и есть любовь. Раз влюбился, вполне естественно довериться этой любви. Я так считаю. Это по-своему искренность. Во-вторых, заниматься с Мидори сексом или нет – твоя личная проблема. И здесь я ничего сказать не могу. Поговори с Мидори и реши, чтобы тебя устроит. В-третьих, не говори обо всем этом наука. Если потребуется ей что-либо сказать, мы с тобой обдумаем подходящий план. А пока ей ни слова. Доверь это мне. В-четвертых, ты как Мо поддерживал наука. Даже если у тебя пропадут к ней чувства, ты много чего еще можешь для нее сделать. Поэтому не переживай. Мы, я имею в виду нас, как нормальных, так и ненормальных людей, неполноценные люди, живущие в неполноценном мире. Мы не измеряем длину линейкой, а углы транспортируем. Мы не существуем наподобие сухого банковского вклада. И так, на мой взгляд, Мидори – прекрасная девушка. Читая твое письмо, мне становится ясно, что она заполнила твое сердце. Также я понимаю, что твое сердце по-прежнему полно любви к науку. И это никакой не грех. Такое часто бывает в этом огромном мире. Будто в погожий день гребешь по озеру на лодке. И небо красивое, и озеро тоже. Поэтому прекращай так страдать. Оставь все в покое, и оно пойдет своим чередом. Как не старайся, когда больно болит. Это жизнь. Извини за такие слова, но теперь тебе пора у нее поучиться. Ты иногда злишне пытаешься подстроить жизнь под себя. Не хочешь оказаться в психушке. Приоткрой свое сердце. Доверься ее жизни, течению. Даже такая неполноценная, беспомощная женщина, как я, понимает, как это прекрасно жить. Правда? Так стань же еще счастливой. Постарайся. Очень жаль, что у тебя с наукой не будет хэппи-энда. Однако, в конце концов, кто знает, что на самом деле есть хорошо. Поэтому никого не стесняйся. Почувствуешь, что можешь стать счастливым, лови свой шанс и становись им. Говорю по своему опыту. Такой шанс бывает в жизни лишь два-три раза. Упустишь, будешь жалеть до конца своих дней. Я каждый день сама для себя играю на гитаре. Пустое занятие. Ненавижу темные ночи, когда дьет дождь. Хочу опять за тарелкой винограда поиграть на гитаре в компании «Где есть ты?» и «Наука». Ну, пока. 17 июня. Исида. Рейка. Вот, дорогие мои, такая длиннющая, огромная, десятая глава романа «Хорокими руками» «Норвежский лес». Я временно с вами прощаюсь, но думаю, сегодня я закончу этот роман до конца. Вы были на канале SkyWords, мой был я, Вадим. Всем пока.